здравствуйте в эфире общественное телевидение серпуха в студии я елена киселева и сегодня у нас в гостях директор парков городского округа мая александровна полякова добрый вечер мая александровна наступило лето и у нас в парках началась активная очень пора отдыха парки наши ожили похорошели заметно и конечно же увеличилось количество людей которые посещают парки приходят отдыхать с детьми и просто парами появилась прекрасная вот если начать нашего одного из самых замечательных парков парк питомник то на лето там по моему сейчас замечательная совершенно программа вплоть до просмотра кинофильмов вот расскажите пожалуйста что же мы по порядку пройдемся по всем паркам но начнем давайте вот с кого с парка с парка питомника центрального ножа в парк а он сейчас у нас центральным считается да ну поскольку он находится до в нашей центральной части люди привыкли уже называть его центральным парком хотя изначально это звание предназначалось парку имени олега степанова вот ну по одной из последних информации там начал работать огромный кинотеатр да да на данный момент в парке питомник работает летний кинотеатр мы одними из первых вступили в акцию в областную акцию летний кинотеатр мы ее поддержали вот поэтому жители нашего города могут каждую пятницу прийти в парк питомник и насладиться просмотра просмотра до каких-то кинофильмов в основном это советские киноленты как я поняла не советские отечественные российские да мы в основном в основном мы будем показывать новинки российского проката то есть это либо какие-то действительно патриотически хорошие старые добрые фильмы которые все мы очень любим помним но в основном такие показы вот старых добрых фильмов они приурочены каким-то конкретным датам а новинки российского отечественного кино вот Можно посмотреть каждую пятницу, каждый желающий может прийти в парк. А уже была эта первая пятница? Открытие было или только состоится? Было. Правда, это была не пятница. Первый фильм у нас был показан, это приурочено к открытию сезона вообще паркового. Это у нас было, дай бог памяти. Ну, уже вообще не было. Да, это уже было. Это на майские праздники, первомайские праздники был показан первый фильм. Недавно, совсем в понедельник, на День России, мы показывали тоже еще один фильм. Это наш замечательный фильм «Легенда номер 17». Да, про хоккеиста Харламова. Замечательный совершенно фильм. Да, несмотря на то, что под вечер, конечно, пошел небольшой дождик, это абсолютно не помешало нашим жителям насладиться такой замечательной программой. То есть с энтузиазмом жители наши поддерживают, дети вообще в восторге. Вот, поэтому мы, конечно, будем эту традицию продолжать. А как это устроено? То есть стоя надо смотреть кинофильм? Присесть там никак? На данный момент мы работаем над этим вопросом. То есть основные зрительские места, конечно, они стоячие. Но в парке, опять же, работает прокат специальных пуфиков. Это абсолютно недорогая услуга. Каждый желающий может... Как вариант можно было бы еще предложить складные такие стучки. Вот, мы сейчас работаем над этим вопросом. Везде можно присесть на любое свободное точке, на любом пятачке, даже если он очень маленький. Да, мы понимаем, конечно, что и пожилые люди приходят в парк. Там есть, конечно, скамеечки специальные, которые позволяют. Но, конечно, нужно все обустраивать. Вот, это сейчас займет некоторое время, но в течение этого летнего периода мы, конечно, все решим. Ну, в любом случае, это здорово. Во всяком случае, я бы, например, даже взяла с собой такой раскладной стульчик и пришла посмотреть кинофильм на свежем возрасте среди людей. Вообще-то замечательно. Вечером, когда здесь кино, а там звезды, здесь природа, погода. Замечательно. То есть, если там еще плюс ко всему открыто, если мешает дождь, то, конечно, к сожалению, нельзя, да? Посмотреть, там купола никакого нет. Нет, над самим кинотеатром, то есть, сам экран и проектор, конечно, защищает. Нет, я имею в виду над зрительным, так сказать, условно, залом, да? Вот, над зрительным залом пока тоже конструкции никакой нет. То есть, это все-таки кинотеатр под открытым небом, как вот название. Все-таки он больше рассчитан на хорошую погоду. Вот, ну, можно спрятаться в летнем кафе. Опять же, там открыто летнее кафе и оттуда потихонечку подглядывать. А во сколько обычно трансляция начинается? С какого часа кинотеатр работает? Ну, обычно вот время сейчас установилось 20-30. То есть, вот в полдевятого уже начало кинотеатр. Да, чуть-чуть, чтобы это как-то способствовало просмотру, чтобы не совсем белым днем. Насколько это вот только на летний сезон все это? Или тоже как это планируется, в каком периоде все это будет? Ну, пока все-таки, опять же, потому что мы вот говорим о наличии купола и так далее, да, все-таки это летний период, потому что погода пока вот, ну, тем более мы живем в таком климате, заморозки, конечно, не соответствуют просмотру кино на свежем воздухе. Вот, возможно, там дальше каким-то образом будем что-то придумать, но пока только летний период. А помимо кинотеатра, что еще можно, каким образом еще можно отдохнуть именно в парке питомники? Помимо, конечно, каруселей, то есть парк развлечений, конечно, уже наработает, да? А что еще там, кроме кинофильмов? Ну, у нас работают различные спортивные площадки. Футбольное поле сейчас находится на реконструкции, но тоже сейчас вот в течение месяца, ближайшего времени мы решим, опять же, тоже эту проблему. Ну, там нужно заменить немножечко поле, пока оно закрыто, но, опять же, оно функционирует. Но там еще одно поле есть, баскетбольное. Есть еще теннисный корт, баскетбольного... Нет, да, теннисный корт. Вот, есть уличные тренажеры, соответственно, для всех желающих, есть площадка воркаут, есть, ну, детские площадки. Вот, в выходные по субботам там проходит детская анимация, то есть могут желающие все прийти, родители могут, так скажем, насладиться прогулкой, свежим воздухом и общением друг с другом, а с детишками занимаются анимационные команды, с ними работают. А по вашим наблюдениям, в принципе, парк «Питомник» какой получила жизнь? Людей много приходит на мероприятия и вообще? Ну, народу достаточно, скажем так, в тех условиях, в которых мы находимся, учитывая, что все-таки летний период достаточно тяжелый для конкуренции с дачами и с нашими водоемами. Вот, все равно много людей посещают, приходят мамочки с детишками покататься на каруселях, с удовольствием приходят. Вот, опять же, поскольку появилось летнее кафе, родители уже могут каким-то образом тоже отдохнуть на природе. Все равно это оазис в центре города, достаточно приятный, поэтому... Которого не было. Это какой-то такой вот подарок получился для населения. Просто великолепно, что он вновь вернулся к жизни, этот парк, в такой замечательной форме, когда есть и спортивные мероприятия, и развлечения для детей, для взрослых. Ну, на любой вкус, плюс еще кафе. А что там может быть в кафе? Просто что, выпить воды? У нас... Здесь мороженое. Ну, так, я туда заглядывала, скажем так. Для детишек это молочные коктейли, шоколадки, всякие сладости. Для родителей шашлычки, напитки. Алкогольных, нет напитков? Нет. С собой не приносить. Нет. Много детей, потому что... Конечно, это все-таки... Он хоть и многофункциональный, но в основном он такой детский парк, поэтому мы не поддерживаем продажу спиртного на территории наших парков. То есть абсолютно для культурного, здорового отдыха, для всей семьи. Замечательно. Ну, кроме парка питомника, у нас есть еще несколько парков. Вот, Комсомольский парк, это, наверное, все-таки больше там управление по делам молодежи занимается, да? Очень много проводится спортивных мероприятий, хотя это как бы не входит в ваши обязанности. Но, тем не менее, наверное, тоже можно было бы сказать о том, что жизнь в Комсомольском парке тоже сегодня очень насыщена. Всегда есть чем заняться там молодежи. Он буквально переполнен, можно сказать, сейчас детьми. И там бесконечно проводятся различные интересные мероприятия, в том числе детские, аниматоры работают. То есть мы, скорее, с вами, наверное, о парке Олега Степанова поговорим. Давайте поговорим, да, об Олеге Степанова. Это мой, так сказать, я не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые, но вот он, наверное, самый близкий по ощущениям, по душевному какому-то состоянию. Наверное, он многим горожанам тоже самым каким-то близким, потому что он был всегда центральным парком, парк Олега Степанова, где был замечательный комплекс каруселей, и туда стекался, конечно, весь город. А вот сейчас какая ситуация? Чем живет парк Олега Степанова сегодня? На данный момент, конечно, парк Олега Степанова – это место такого тихого семейного отдыха. Туда приходят мамочки с колясками, пожилые люди, люди, которые с утра хотят заняться своим каким-то здоровьем. То есть там очень много у нас бегает жителей города, открытые секции скандинавской ходьбы. Сейчас у нас бесплатно проходят тоже определенные занятия. То есть мы с нашими фитнес-центрами, с некоторыми, заключили договора, и они у нас проводят занятия. На территории парка? На территории парка, да, по утрам, то есть по средам у нас в 7.30 утра занятия йогой, бесплатные для всех жителей. И по субботам в 9 утра у нас занятия кикбоксингом тоже, опять же, бесплатные для всех желающих. По воскресеньям в 11 утра у нас занятия по зумба. Это такое новое тоже направление, сочетающее хореографию, фитнес-нагрузки. И вот у нас 10 июня проходило первое занятие, очень понравилось нашим жителям, мы собрали большое количество народу. Очень понравилось, особенно вот молодежь приветствует. Вот, поэтому... У вас же там замечательная площадка спортивная тоже большая, помимо площадки воркаут, да, там есть еще одна большая поле. Поле у нас большое, да, потом теннисный корт, есть поле небольшое, еще поменьше тоже, которое можно использовать для игр в мини-футбол, в баскетбол. Вот, то есть это вот спортивные... А сцены каким образом у вас задействуются? Сцены, вот как раз занятия по зумба у нас проходили на нашей... как она, небольшая сцена. Теперь на данный момент она уже небольшая, на ракушке, да, на центральной вот этой вот аллее. А на площадке люди, наверное, там, наверное, тренер, да? Да, тренер находится на сцене, играет музыка, а все зрители, желающие, вот они участвуют уже вот на этой вот кругленькой площадочке. Ну, это замечательно просто. Наверное, это и красиво, и полезно, и люди учатся танцевать, двигаться, и в том числе развиваться спортивно. Массу положительных эмоций получают. Вот, поэтому он сейчас такой спокойный, но нам, конечно, хотелось бы, чтобы люди вспомнили все-таки вот ностальгические наши вот эти воспоминания. Не дают они покоя ни нам, ни жителям. Поэтому мы, конечно, этот парк сейчас пытаемся развивать как арт-парк, то есть вот сделать его центром такой культурной жизни нашего города. Вот, у нас там запланирован на летний период несколько очень интересных фестивалей, которые, я думаю, будут интересны жителям. А расскажите, пожалуйста, это очень интересно, о фестивалях. Вот, ну, у нас в ближайшие такие вот фестивали, потому что это все-таки требует длительной подготовки, ближайший фестиваль у нас 16 июля состоится. Это такой фестиваль для всей семьи, называется Baby Puzzle. Вот. Подозреваю, что это с играми что-то связано. Там будет много всего интересного, там будут и различные игры, и детская анимация будет работать. И со взрослыми будет отдельная площадка анимационная работать, то есть у нас там будут конкурсы для папочек, конкурсы для мамочек, конкурсы для детишек. Плюс со всеми желающими, с мамами, с детишками, пока там детки будут заняты с аниматорами, Мамы могут получить консультации от различных специалистов в области детского массажа, психологии, педагогики. То есть абсолютно... Социальная направленность такая, да? Да, потом, опять же, чтобы от своих вот этих вот проблем домашних отдохнуть, у нас будут с ними работать визажисты, стилисты, которые вот тоже любая женщина, девушка может тоже отвлечься от своих бытовых проблем, подойти к нашим специалистам, ей сделают макияж, прическу, и она красивая, счастливая, нарядная, пойдет с любимым мужем. Вот там запланирована масса всяких различных мероприятий, там и будет рекорд по одновременному рисованию ручками деток с мамочками установлен. То есть вот мы надеемся собрать самое большое количество людей, вот семей по рисованию руками. Ну, таких, наверное, найдется немало. Если кистью не все умеют рисовать, то руками, наверное, любое сможет. Соответственно, там будет, конечно, и концертная программа, и будет работать кафе. В общем, постараемся весь парк вовлечь, то есть распределить все эти зоны, точки по всему парку. Вот, и надеемся, что вот семья, придут они мамы, папы, детки, бабушки, дедушки, чтобы всем там было очень интересно. Фестиваль, как правило, одним днем проводится? Этот одним. Это пока пробный мы такой запускаем. Вы сказали, что у вас несколько запланировано. Что еще? Следующий фестиваль, который у нас запланирован, он тоже в июле пройдет, уже двухдневный фестиваль. Это фестиваль фудтраков, как мы его назвали. Это специальные фургончики с едой. Причем с едой не просто. Мы берем то, к чему мы все привыкли, там, хот-доги, какой-то такой фастфуд. Мы приглашаем также фургончики, как правильно это назвать? Ну, это что, будут фургончики? Это будут по парку, будут расставлены фургончики, да, где каждый будет предлагать свою какую-то, ну, правда, по кухню, да. Там будет и восточная кухня, и азиатская кухня. То есть различные, со всего мира мы берем кухни всего мира. Вот, любой желающий может прийти в этом празднике поучаствовать. Там также будут проходить мастер-классы от поваров, ведущих ресторанов города Серпухов. А какого это числа будет? Это будет у нас 29 и 30 июля. Запоминайте, уважаемые зрители, 29 и 30 июля у вас есть прекрасная возможность попробовать на фестивале кухню мира. Да, это будет сопровождаться тоже как раз музыкальной программой, вот точно так же будут фотозоны, ну, будет очень много всего интересного, так что ждем всех желающих, конечно, на этот праздник. Так, говорят, один фестиваль не фестиваль, два фестиваля, это уже полфестиваля, а чтобы был фестиваль, нужен третий фестиваль. Вот третий какой у вас будет фестиваль? Третий фестиваль у нас еще пока согласовывается по датам, потому что нам нужно, как бы, получить согласие от всех приглашенных наших, от наших. Тематика? Фестиваль, где будут выставлены и фотоработы, и, опять же, жители города, это не просто выставка, это такой большой процесс, вот действительно, почему фестиваль. Фестиваль, жители могут прийти в парк, опять же, там с ними будут работать стилисты, визажисты, то есть, опять же, любая женщина, мужчинам, наверное, это не так близко, но они со своими подругами тоже в этом могут поучаствовать. Может подойти к любому стилисту, их будет работать несколько, к визажисту. То есть, для художников, для творческих людей это самореализация, для посетителей это просто развлечение. Развлечение, бесплатная возможность, да? Да. Я так полагаю, что это бесплатные будут услуги все в фестивале. Будет, поскольку мы привлекаем все-таки со стороны тоже какие-то частные предприятия, там будет минимальная абсолютно символическая плата за вход, да, чтобы чуть-чуть наши издержки, скажем так, купить. Компенсировать, да. Компенсировать, да, ну, там в районе 100-200 рублей это будет вот цена за вход, вот, но это будет возможность, опять же, бесплатно получить прическу, макияж, сфотографироваться у лучших фотографов нашего города и, в общем, тоже уйти счастливыми и довольными. И плюс погрузиться вот в эту атмосферу искусства, творчества. А вообще фестиваль это, наверное, одна из самых благодатных тем и популярных мировых, да, то есть везде огромное количество проводится в мире фестивалей, очень интересных. И можно просто идеи черпать где угодно, да, то есть подсмотреть какие-то идеи. А люди, мне кажется, очень активны, в принципе, мы любим развлечься. И побыть вообще в обществе, в тусовке, это всегда очень приятно. Когда ты проводишь день где-то в приятной обстановке, все равно заряжаешься позитивной какой-то энергетикой, которая потом положительно влияет и на творческий, на рабочий процесс, и в семье, наверное, все-таки отношения каким-то образом улучшаются. Это всегда работает на укрепление, оздоровление общества и несет огромный потенциал, позитивный. Вот, на мой взгляд, для проведения фестивалей была бы очень хороша точка, это наш Приокский парк, Принарский парк. Вот, что-нибудь там сейчас происходит или нет? Мы сейчас готовимся, конечно, к проведению такого уже ставшего традиционным праздника, это День семьи и любви и верности, это 8 июля. Будет проведен он в Принарском парке, потому что он традиционно уже, наверное, к этому мероприятию подходит, потому что там все-таки установлен памятник Петру и Февроне Муромским, которым, в общем-то, и посвящен этот праздник дерева влюбленных. То есть, поскольку этот парк – это излюбленное местопрепровождение наших молодоженов, то проводить его будем там. Тоже запланирована обширная программа, будут различные мастер-классы, тоже конкурсы для молодоженов, концертная программа. Будут какие-то реконструкции каких-то историко-бытовых таких событий. То есть, будет очень интересно. Поэтому 8 июля всех ждем тоже в Принарском парке. Для того, чтобы все-таки люди как бы… Ну, сейчас мы с вами поговорили, кто-то услышал, но, наверное, нужна более конкретная информация, где можно узнать о расписании ваших мероприятий. Вот календарь мероприятий может каким-то образом пополняться, наверное, вдруг что-то еще возникнет попутно. Или у вас уже четко отработанный план на лето? Нет, у нас, конечно, и добавляются какие-то мероприятия, потому что не стоим на месте, появляется какая-то идея. Вот надо бы тоже что-то реализовать. Информацию о наших мероприятиях, в принципе, можно получить и на сайте администрации, можно следить за афишами на тумбах города, можно у нас на сайте и на наших страницах в соцсетях парки культуры. Вот, поэтому, в общем-то, она вся в открытом доступе. Мы с удовольствием выкладываем, всех очень ждем у нас в парках. Хотелось бы еще вот какой вопрос задать. Подготовка фестиваля, это, конечно же, дело участия в качестве гостей в фестивале, это всегда хорошо. Но, наверное, есть люди, которые могли бы приложить свои усилия и быть очень полезными в качестве помощников, организаторов. Если вдруг кто-то увидит сейчас, услышит вас и захочет, можно ли ему, скажем, обратиться к вам куда-то? Конечно. В организационный комитет или что у вас там? Можно обратиться прямо к нам в парк, прийти, либо в наше здание, где мы расположены. Это здание нашего городского ЗАГСа, центральный вход. Там можно всегда нас найти. Мы с удовольствием всегда выслушиваем все предложения. Если готовы люди к сотрудничеству, мы всегда с энтузиазмом всех принимаем. Либо можно позвонить по телефону 35 42 20. Потому как люди творчески всегда кипят какой-то энергией, которой нужно куда-то обязательно поделиться с кем-то своим творческим восприятием мира. И они устраивают где-то свои какие-то тусовки такие небольшие. Они, как правило, бывают очень интересными. Я думаю, что такие люди могут. И, пожалуйста, принимайте активное участие в проведении фестиваля. От этого только город выиграет. Я хотела бы напомнить телезрителям о том, что сегодня у нас в гостях директор парков Майя Александровна Полякова. И мы как-то так вот осветили, наверное, работу парков. Может быть, что-то еще возникнет в процессе летнего сезона, какие-то мероприятия. Но для того, чтобы следить за всем этим, нужно заглядывать на сайт. На сайт администрации. Сайт администрации, либо сайт нашего парка, нашего учреждения. Обязательно всю информацию размещаем на тумбах города. Ну что ж, будем весело проводить лето в наших парках. Комсомольском, парке Питомники, парке Олега Степанова и парке Принарском. На этом наша встреча подошла к концу. Спасибо вам огромное за увлекательно интересный рассказ о летних мероприятиях. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова